Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко сёння провёл промую телефонную линию. Звернуться до яго можно было на протягу трех годин. Об чём и шла размова, ведают наши корреспонденты. Звернуться на промую до керавников разных узрований сёння можно у основным у двух выпадках. Подчас работы громадских приёмных и приёмов керавников выканавчих комитетов, которые проводятся по зацверженным графику, зим можно ознайомиться на сайтах выканкамов. Разом с тым во умовах пандемии основной формой работы с насельництвом стали промы и телефонные линии. Тут ёсь шмат плюсов. По-перше, людям, особливо про отсутности уласного ауто, нема необходности корыстаться громадским транспортом. По-друге, ёсь махчымась деталёва выучыць агучанную проблему ці пропанову і дать объективный отказ. У некоторых выпадках по телефонававшых просіць выказыць свою просьбу письмова, а про чатаго про необходности до людей праедуць сами керавники, ті створанная па их распораджанні комісій. Жахар Каз'єльска, расказывая абсапраудынабалелым, ясше ў мая гэтага года пры правядзенье газіфікацій па віні работніка фірмы у ЄС Гарыудом, але до гэтага часу па царпелая сім'я не може атрымаць компінсацію. РОЧС очень быстро передала дело следственной, но следственной, опять его там чё-то им не понравилось, они его опять отправили на проверку, и вот, чтобы вы понимали, проверка РОЧС проводилась в течение шести месяцев. Помощник президента абецае абавязково разабрацца ў ситуацій. На контролі Юры Шулейкі будзі і просьба жахара дома нумар 11 па вулиці Сверыдова ў Гомілі. Справа ў тым, што двор гэтага дома спаўна гэтага часу стаў транзітным. Таким чыном водителі мкнуться обмінуть працуючі на основной дорозі Светлофор. По просьбі жахарау ў двору установили знак «Рух заборонены», а Леон практична заусё да игноруються. Сёня люди звертаються до помощника президента с конкретной пропоновой – установить так званые «кветковые тумбы», які допомогусь обмежаваць рух транспорту. Два раза сбила мальчика. Недели две назад жіншина вот здесь переходила, её ударила в ногу, и он скрылся, он уехал. Посчитал – за 25 минут прошло 37 машин. Разве это порядок? Люди уже изнывают. Я каждый раз, я выхожу во двор, они говорят – «Владимир Фёдорович, когда это кончится? Это зимой ещё так, ну, что-то. А летом здесь дорогу не перейдёшь». «Мы пригласим ГАИ, мы пригласим соседей таких, ну, деловых, возьмите, мужиков, которые вот такого, так сказать, исполнения, как вы говорите, всё чётко и понятно, для того, чтобы принять или промежуточное решение, или окончательное. Договорились?» «Договорились». «Мы выйдем где-то вторая неделя января, мы выйдем с вами на связь, я приеду, да, постараюсь лично, и вместе мы рассудим эти вопросы». Значная колька сворота утычатся приватных проблем. Нехто не может подзалить землю с суседями. Нехто скардится на низкую температуру у квартиры. Некольки человек поскардилися на незручности, які у них узникли, пасля перевода квартир на перших поверхах под гандлёвые кропки. Усе потелефоновавшие обовязково отрымают отказы, а лезпочатку ситуацию вылучат специалисты. «Есть у него разрешения, нету разрешения, экспертизы и тому подобное. Проверим его санитарные вещи, которые касаются вентиляции. Вентиляции и приточной, и вытяжной непосредственно перед тем, как закрывать и давать поручения. Давайте мы не будем спешить с выводами, все посмотрим и потом все четко ответим на все вопросы». Олег Синцюроу, Миколай Скинціян, Валера Гапанько, Телерадуэ Кампания Гомель.